Еще чуть больше часа и в очередной, уже 18-й раз над фестивальной поляной села Башарова зазвучит авторская песня. Уже официально в рамках конкурса с большой сцены москитые барды и те, кто прошел конкурсный отбор, наберут аккорды на гитаре. Однако начинает петь Гренландия гораздо раньше. Среди сотен палаток у каждой свой маленький концерт. Этот город просыпаясь смотрит в облака, Где-то там совсем недавно пряталась луна. Говорят, сегодня Гренландия – это уже состоявшийся зрелый фестиваль. Большая семья Любовцевых это подтверждает. Для некоторых из них уже восьмое лето проходит под гитару. Нынче к атмосфере праздника приобщить решили даже самых маленьких представителей семейства. Это стал семейный праздник, семейное мероприятие, на которое можно выехать, потому что все-таки это не в лес куда-то. Тут есть все, тут и вода, и речка рядом, и спасатели, то есть все условия для жизни. И, конечно, все условия для самовыражения и творчества. Пускай и большая сцена для многих в перспективе, компания друзей, гитара и даже без софитов. Небольшой концерт возникает в любом месте фестивальной поляны. А я по ночам улетал, под утро возвращался, часов не замечал, гулял и наслаждался. Помимо традиционной масштабности удивлял фестиваль и песенным разнообразием. И если в одном месте хором про изгиб гитары желтой, то чуть дальше в компании с основателем фестиваля – песнь на военно-патриотическую тематику. И он был, неизвестный матрос, тот, что погиб у штурвала. Мы желаем того, чтобы молодежь, которая умеет творить, умеет писать песни, умеет писать хорошие стихи, воспевающие нашу Россию, продвигалась на большую сцену, была услышана. Услышана не только в своем узком кругу, но и во всей стране. К тому же Гренландия – это возможность не только показать себя, но и поучиться у других, уже состоявшихся исполнителей. В качестве мэтра не первый год приезжает Константин Тарасов, автор многих песен для Олега Митяева. Людям приятно сюда приехать, и молодежи приятно сюда приезжать. Здесь такой порядок. И я не удивлюсь, с учетом того, что с Грушинским происходят некоторые коллизии, что здесь это место может стать очень мощным и красивым, тем более, что импульс такой первоначальный очень хороший. Гала-концерт на большой сцене фестиваля начался с небольшим опозданием. По традиции открывали его именитые российские барды. Чуть позже к ним присоединились и первые лица города и области. Не с песнями, а с приветственными словами гостей и участников Всероссийского фестиваля. Действительно, это 18-й фестиваль. И если посчитать, то дети первых участников фестиваля уже сейчас совершеннолетние и могут приехать одни без родителей на этот фестиваль. То есть, во-первых, это преемственность. Во-вторых, он интересен для молодежи. Значит, он будет жить. Уже в августе аркомитет фестиваля объявит тему отборочного конкурса на сезон 2010-2011 года. И в следующем июле над поляной села Башарова вновь зазвучит авторская песня. Дмитрий Штарчук, Андрей Новиков, Бюро новостей Давича.